Это все-таки более чем на 10 баллов хуже, чем личное достижение в короткой программе. Тазуки Матида, так мы называем этого фигуриста, ему 23 года. Ни разу не выступал он на чемпионатах мира, но знаем мы его в прошлом сезоне. Он дважды был на двух этапах гран-при, причем один из них он выиграл, этот этап в Китае. Матида был в Сочи в финале гран-при, он там, правда, занял последнее шестое место. Матида был в Сочи в финале гран-при, там, правда, занял последнее шестое место. Ну вот, наконец-то мы увидели каскад 4-3 четверной и тройной тулупы. Первый из всех участников, кто чисто выполнил этот сложный каскад. Тройной аксель также замечательно был исполнен. Тройной аксель Тройной аксель Тройной аксель Ну что ж, первый фигурист, который блестяще справился со всей прыжковой частью программы. 4-3 каскад, тройной аксель и тройной лутц. Ну и все говорит за то, что он может стать лидером. Вот, к сожалению, режиссер перестал показывать нам, это как было, когда соревновались спортсмены из первой разминки. Вот в нижнем левом углу, когда оценки за технику почему-то посчитал, что не стоит этого делать. Ну, немножко странно, но во всяком случае, тут даже не обязательно понятно, что за технику у него будет самая высокая оценка. Ну, действительно, каскад 4-3. Я думаю, сейчас нам его покажут. Практически идеально был исполнен. Также безукоризненно был исполнен тройной аксель. Ну и к тройному лутцу тоже сложно было придраться. Ну, тут какой-то суперрезультат может получиться в итоге. Давайте смотреть. Ну, замечательно, просто замечательно. Четверной и тройной тулуп. Тройной аксель. Тоже, что называется, не придерешься. Ну и тройной лутц. Может быть, не самый идеальный выезд, но тем не менее, все получилось у него. Все получилось великолепно. Ну и во что это выльется, в какую оценку? Я думаю, что очень высокую. В случае сомнений, в том, что он сейчас станет лидером, по-моему, быть не должно. Ну вот, пожалуйста, за технику больше 50 баллов, за компоненты больше 40. Сумма 91,18. Почти на 8 баллов превзошел свой...